Очень тяжелый вопрос. Дело в том, что мало эта пенсия, чтобы от нее отдавать. Наверное, пока нет. Если будет добавка, конечно, я считаю, что нужно помогать нашей науке, если государство не может этим справиться, но пока нет. Может быть, я бы и рада была, если бы работала. А наука, конечно, нужна во всех областях. Но мне бы хотелось, чтобы у меня сначала была работа. Нет, у меня пенсия маленькая. Нет. Ну, если бы работала, может быть. Но так как я уже на пенсии, то пенсия маловато у нас. Для науки готова. Но, с другой стороны, сейчас настолько все бедны, что, знаете, надо, наверное, нашему правительству об этом больше заботиться. Потому что очень большая разница стала, что мы готовы, всегда готовы поддержать, хоть и безработные, что-то найти для науки. А пусть нас правительство поддержит. Если бы я немножко побольше получала, а то получаешь 280, что там отдашь. Не знаю, вот обещали в апреле добавить нам. А науке, конечно, надо поболеть бы. Безусловно. Наверное, все заботились бы об этом. Ну, если бы прожиточными, то сейчас будет вот дорожает свет, дорожает тепло. И где-нибудь 150 евро надо будет отдать за месяц, за квартиру. И что, у меня останется 280. Ход наплакал. Одну десятую? Да, одну десятую. Ну, раз тогда, значит, надо. На науке одну десятую, это сколько же получится? 25 евро, что ли? Нет. Нет, это меньше. 2,50? Примерно, да. Согласна. Согласна, да? Согласна. Никаких препятствий с моей стороны не будет. Ежемесячно? Да. Нет, не готова. У меня пенсия слишком маленькая для того, чтобы мне купить хлеба и к хлебу. Не готова. Пусть повышает государство пенсию, потом я буду с удовольствием отдавать и на науку, и на искусство, и на культуру, на все, что надо. И на здравоохранение. Пусть повышают пенсию нам. Пусть у нас пенсии очень маленькие. И при сегодняшних ценах все понимают, что просто не хватает свести концы с концами. По итогам опроса стало ясно, что жители города Нарва поддержали бы развитие эстонской науки. Но пока такой возможности у людей нет.